Все гости фестиваля – участники большого спортивного шоу. Зрительный зал Большого превратился в большой российский триколор. По традиции голомач начался с шоу Илья Вербуха. В этом году лейтмотив спектакля «На льду» – 70-летие победы в Великой Отечественной. Под песни военных лет на экраны медиакупола проецировали планшет, где художник песком рисовал историю далеких сороковых. На льду фигуристы в танце рассказывали о чувствах людей тех трагических лет. И, конечно, главное событие спортивного дня – хоккейный поединок между командами «Звезды НХЛ» и сборной НХЛ. На льду легендарные хоккеисты, заслуженные спортсмены, актеры, политики. В команде «Звезд ночной хоккейной лиги» президент страны Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Все игроки вышли на лед под номером 70, символизирующим юбилей победы. Спасибо им за то, что они поддержали этот проект. Спасибо им за то, что они своим авторитетом. Своими именами помогают кормителям спорта во всей стране восстановиться, встать на ноги, вести здоровый образ жизни. Огромное вам спасибо. Вы в строю, и это нас всех очень радует. По мнению участников голоматча, ночная хоккейная лига за 4 года своего существования сплотила вокруг себя людей, для которых спорт – это жизнь. Кстати, среди зрителей тоже было немало известных людей. В частности, за игрой с трибун наблюдали Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности губернатора края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Анатолий Пахомов. Третий раз ночная лига проводит у нас в городе свой финал. И посмотрите, какое количество наших горожан, какое количество гостей нашего города принимают участие. Смотрите, нет ни одного места свободного. Это говорит о том, что это огромная возможность привлекать сюда гостей. С другой стороны, это огромная возможность воспитывать нашу молодежь на идеалах спорта, на принципах спорта. А это значит делать наших жителей счастливыми людьми. Удача и явная сыгранность звезд НХЛ помогли добиться победы. Отличилась тройка фетисов Путин-Буре. Только на счету главы государства 8 шайб, забитых в ворота противника. Матч завершился со счетом 18-6. Ольга, 10-го, телекомпания ФКТ.